Я помню, когда мы только-только вот это здание приобрели, и столько было разных вопросов практических, административных, финансовых, я буквально за какое-то время настолько вот в это погрузился, что однажды утром, я помню, я проснулся, я почувствовал, как будто я вот, у меня нету, говоря словами поэта, ни слов, ни музыки, ни сил, ничего не хочется. У вас бывает, только вот просыпаешься, а ничего не хочется. Новый день, а ты от него ничего не ждешь. И думаешь, быстрее бы к вечеру пришел. Вечер ты ложишься спать. И вот такая жизнь, когда ничего тебя не радует. И в таком состоянии хорошо иметь рядом благословенную супругу, которую Бог мне дал, и она заботится о состоянии мужа, потому что на мужа, не обращая внимания, он так и умрет где-нибудь. Она как-то стала там с кем-то с врачами договариваться, и договорились, у нас здесь есть на Уктусе клиника неврозов, может, кто знает, да, чтобы там как бы я полежал, там меня там обследовали, потому что мне сказали, предварительно у вашего супруга нервное истощение там и прочее, прочее. И мы уже даже договорились, что меня положат в эту клинику, и меня жена уговорила, что я должен там какое-то время находиться. И было воскресное собрание, до сих пор помню это собрание, это было первое собрание месяца, и у нас было причастие, но у меня как будто сил не было сказать проповедь. То есть у меня проповедь была, а вот внутренних сил, вот этой энергии, которая необходима тоже, помимо послания, важна энергия, иначе это будет просто такое пустое послание, вот этой энергии как будто не было. И я попросил одного из наших служителей, чтобы он проповедовал, а сам пришел на собрание, и уже в конце меня спросили, Виктор, ты сам причастие проведешь? Я говорю, хорошо, причастие проведу сам. Я помню, я вышел когда и начал молиться, и сколько у нас было в церкви причастий за 30 лет, но это причастие помню до сих пор, потому что, когда я молился, я буквально физически ощутил, что что-то прошло вот по мне, вот сверху и донизу. Я так почувствовал себя иначе, как будто что-то, вот как будто Бог что-то начал в тебе делать. И потом был воскресный день, я до сих пор помню, я ехал на машине, и было около 6 часов вечера. Я ехал за рулем, и вдруг что-то произошло, я был один в машине, и у меня было ощущение, как будто какой-то камень отняли от груди. И мне стало хорошо дышать, как будто, знаете, выдохнуть не можешь, да, вот как будто что-то в тебе, в забу дыхание сперло, как дедушка Крылов писал, вот сперло вот это, выдохнуть не можешь. И то вдруг ты задышал, задышал, задышал. Вот, я тогда, помню, схватил телефон, набрал Диану, говорю, Диана, ты не представляешь, я сейчас сижу за рулем, и у меня что-то произошло, вот как будто вот, как будто Бог что-то утром начал делать во время причастия, а сейчас он продолжает делать, и у меня это как-то, наконец-то, как-то так свободно стало, как будто краски появились вокруг. Вот, и Диана говорит, когда это было? Я говорю, да вот буквально минут 5 назад. Она говорит, знаешь, у меня тоже что-то такое произошло, вот. Вот, и я говорю, все, в клинику неврозов не надо ложиться, вот. Ну, мужчине главное, чтобы в больнице не ложиться, и все, все хорошо. Но мудрая жена сказала, слава Богу за исцеление, Бог тебя исцелил, но все-таки у врача надо провериться. Она сказала, у врача все надо провериться, пускай врач подтвердит. Вот, и мы приехали к врачу, она была, ты со мной была тогда, когда мы приехали к врачу? Я один был, да, тогда? Вот, я приехал к врачу, я говорю, все, доктор, мне не надо, надо больше ложиться, слава Богу, все хорошо. Вот, жена просто сказала, что надо провериться. Вот, я проверюсь. Ну, психотерапевт говорит, хорошо, ложитесь на кушетку. Я лег на кушетку, он там что-то смотрел, психотерапевничал надо мной. Вот, и тут задает вопрос, говорит, Виктор, а у вас есть какие-то в жизни страхи? Я говорю, нет, никаких страхов нет. Он говорит, подожди, не отвечайте, не торопитесь, подумайте. Может быть, какие-то страхи у вас есть все-таки в жизни? И я задумался, и, знаете, вдруг я осознал, что вот я всю жизнь стараюсь помогать людям, которые находятся рядом со мной. И когда я об этом размышлял, я вдруг понял, что внутри меня глубоко сидит страх, что ко мне кто-то из дорогих мне людей обратится за помощью, а помочь я ему не смогу. Я осознал, что меня пугают, что когда я буду нужен, я не смогу сделать то, что от меня ждут, я не смогу помочь. И меня это ввергает в ужас. И я психотерапевту об этом страхе рассказал, на что мне обычный светский психотерапевт сказал, говорит, Виктор, но вы же священнослужитель церкви, вы же должны понимать, что вы не своей силой помогаете людям, а Бог через вас помогает людям. Поэтому расслабьтесь и выдыхайте, выдыхайте. И вы знаете, и когда вот Он сказал мне эти слова, вы дыхайте, у меня как будто произошло вот то, что как будто Бог утром во время причастия начал свою работу во мне. Когда я был в машине за рулем, Он что-то еще совершил, а там в кабинете у врача, это удивительная вещь, но Бог даже через врачей бывает исцеляет, как это не удивительно для верующих людей. Вот, там в кабинете у врача как будто вот это все было завершено. И я, когда вернулся домой, я чувствовал себя совершенно другим человеком, просто новое творение во Христе и Иисусе. Я вдруг понял, что когда мы можем быть опустошены, не нужно этого бояться, потому что через опустошенных Бог намного больше может совершить, чем через наполненных своими всякими мыслями, всевозможными идеями. И что-то это произошло в моей жизни после этого случая. Я помню, что я перестал как-то бояться, что я чего-то не могу, я чего-то не знаю, потому что, ну ведь, как это пастор что-то не знает, как это пастор что-то не может. Быть такого не может. Это же духовный супермен. Он все может. Все может в укрепляющем Иисусе Христе, да? Ну вот. Но я понял, что нет, я не все знаю, я не все могу. И ко мне, бывает, подходят люди с вопросами. Я говорю, знаешь, я не знаю даже, что тебе посоветовать. Я просто знаю, что мы можем помолиться за тебя Господу, чтобы Бог, даже когда мы не видим ответа, дал свой ответ. Во имя Иисуса Христа. Правда же? И это хорошо, да, не все знаешь, не все понимаешь, но в этом есть глубина, глубина. Потому что, когда я немощный, тогда я силен. Мы, как написано у апостола, ничего не имеем, но всем обладаем. То есть вот в этой нищете, да, часто есть все. Не случайно в племени Майя та же самая цифра, которая означала ноль, одновременно означала и бесконечность. Потому что они считали, что в нуле заключена бесконечность. Потому что ноль – это начало всего, это причина всего. Тот же самый знак – бесконечность и ноль. Одинаковый знак. Когда я немощный, тогда я силен. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Это психология мира. Больше, 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 больше. Психология Царства Божьего. Чем больше ты отдаешь, чем больше ты опустошаешься, тем большим ты обладаешь. Продолжение следует...